Друзья мои, всем привет! В продолжении моего видео, самое первое, когда я еще начинала два года назад, создала свой канал, я начала с одного видео, которое называется «Самый быстрый завтрак». Действительно, этот завтрак был буквально за пять минут. Поэтому много мне написало, некоторые писали, мы не можем, очень быстрое видео, оно пролетело моментально, очень, говорит, быстрое видео, и мы не успели записать рецепт. Сейчас, друзья, по просьбе моих любимых подписчиков, я вам сейчас расскажу полностью весь рецепт. И еще по просьбе одного подписчика, именно Татоши. Он написал, что можно льном не просто посыпать, а можно замочить лен на ночь. И затем добавить его именно в это блюдо. Поэтому я сделала, и сейчас вам покажу рецепт, и то, что предложил Татоша. Мне очень приятно, что вы меня смотрите, друзья. И покажу и тот рецепт, который я первоначально вам показала. Очень быстрый и полезный рецепт. И обязательно покажу. То есть у меня будет сегодня вот этот быстрый завтрак, но в трех вариантах. Вариант мой, самый первый, два года назад, тот, который я вам показала. Вариант второй, вариант Татоши, то, что он предложил замочить на ночь. И вариант третий, это просто размолотый лен. Тоже мы посыпаем сверху. Друзья, показываю все поочередно. Смотрите, действительно завтрак быстрый и, главное, полезный. Можно деткам, можно те, которые на диете. Всем разрешено. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Кликайте на колокольчик, кликайте на лайк, ставьте мне окей. Все класс, все прекрасно. Будем дружить. Подписывайтесь, кто еще не подписался на мой канал. А я далее продолжаю, показываю вам рецепт этого быстрого завтрака. Или же, как он у меня назывался, завтрак за 5 минут. Друзья, как и порекомендовал мне мой подписчик Татоша, я решила так попробовать. Прежде всего, лен замачиваем минимум на 8 часов. Он мне посоветовал замочить на ночь. Ну, я днем делаю, поэтому засекаю. Взяла 50 миллиграмм льна и заливаю водой. 8 часов постоит. Далее мы его бросим в наш быстрый завтрак. Друзья, через 8 часов, как я и ожидала, когда мы замачиваем лен, получается такая вот киселеобразная субстанция. Посмотрим, мы сольем сейчас жидкость и посмотрим, что у нас получится, как получится его размолоть. Вот так получается очень тяжело слить жидкость, потому что она киселеобразная. Но это лен. Лен употребляют при язве желудка. Лен употребляют именно для того, чтобы убрать вот это. Когда употребляешь лен, вот эта жидкость, как мы видим, желеобразная эта жидкость, она обволакивает стенки той раны, которая есть в желудке. Вот именно. У кого гастриты, у кого язва желудка, тем рекомендуют размалывать лен и его употреблять. Поэтому при замачивании в течение 8 часов получается вот такая вот киселеобразная субстанция. И наш замоченный лен попробуем сейчас размолоть тоже в кофемолке. Ну, слышим, пошло, но тяжеловато. Вот такая получилась киселеобразная жижа. Одним словом, лен размолоть мокрым уже невозможно. Размалываем лен в кофемолке. Чуть-чуть. Буквально на пару секунд. Для нашего быстрого завтрака за 5 минут нам нужны сваренные макароны. То, что было в холодильнике с вечера, достаем. Все это выложим на сковородку, которую смазываем маслом постным. Сковородку подогрели и смазали маслом. Я беру где-то грамм 10 масла. Сюда выкладываем теперь наши макароны. И затем творог. Выкладываем и хорошо перемешиваем. Яйцо. Чуть-чуть когда растаял, скажем так, растаял, потянулся сыр, творожок. Сюда добавляем яйцо. Перемешиваем. Сахар, если любим сладкое. Соль, если любим соленое. Я люблю сладкое, поэтому я добавляю сахар. Итак, друзья, первый рецепт. Вот у нас получилось три, будет три блюда. Первый рецепт. Это мой, тот, который я вам два года назад предложила. Мы посыпаем просто сухим льном, просто зерна льна. Следующий рецепт, тот, который нам предложил Татоша. Вот мы замочили лен на восемь часов, размололи его, ну и получилась вот такая вот кашица. Оно будет презентоваться, я думаю, вот таким образом. Вот таким образом можно положить сюда. Можно придумать, ну оно как бы тоже интересно, можно придумать вот где-то вот здесь положить. Можно таким образом. но тоже так вот оригинально. И третий рецепт, друзья, и третий рецепт тоже натолкнул меня на это Татоша, но здесь мы не замачивали лен, а мы просто взяли сухой лен и размололи его в кофемолке. Поэтому смотрим, как он у нас получится. Ну можно вот можно бросить типа так. я думаю эффект будет неплохой и от этого блюда, и от блюда Татоши, и от того, что я вам предложила самый первый раз, два года назад. Называется рецепт завтрак за пять минут. Действительно у нас получилось за пять минут три блюда. Ну за пять минут, конечно. Первое блюдо, второе от Татоши предложенное, и третье то, что Татоша предложил, а я вот как бы решила вот таким образом его вам показать. Ну все вкусно и очень полезно. Друзья, подписывайтесь на мой канал, обязательно пишите ваши комментарии, покажу вам все три блюда вместе. Сейчас как у нас опа, вот вот такие вот три блюда. Подписывайтесь на мой канал, кто не успел еще подписаться, кто хочет поддержать мой канал, обязательно пишите комментарии, кликайте на колокольчик, оповещение называется, ставьте лайки, до новых встреч в эфире. блюдарей, tane toi, д все